А вот что делать с автобусами-призраками? Выглядят они как обыкновенные маршрутки, но работают нелегально. Водителей и ловят, и штрафуют, не помогают. Наш корреспондент Дмитрий Копытов отправился к станции метро Дыбенко. Прокатился на автобусе и проверил на себе значение слогана «5 минут страха и ты дома». В Невском районе появились привидения, автобусы-привидения. Обычно их видят в вечерний час пик. Казалось бы, вот он, с одной стороны есть, а его нет. Улица Дыбенко, спальный район, вечер. Нелегалы выходят на охоту за пассажирами. На остановке неприметный микроавтобус, без опознавательных знаков и табличек с номером маршрута. А вот еще один. На торпеде даже выставлены привычные ячейки для мелочи. Но заметив нашу камеру, водители спешно уезжают. Кажется, сегодня нелегальные перевозчики заметили нас и не торопятся выйти в рейс, копятся очереди. На маршрутке привидения всегда возвращаются. Вернутся и в этот раз, уверены их постоянные пассажиры. Одно из популярных направлений – Кировск. Каждый вечер туда едут сотни людей. Нелегальных перевозчиков они уже, что называется, знают в лицо. Вернута, которая без опознавательных знаков обычно? Да, которая без опознавательных знаков. Но обычно или частник приезжает, потому что на автобусе не очень удобно. Не боитесь ездить, ведь нелегалы? Ну, я обычно езжу с частниками. Ну, кто возвращается с работы, кто живет в Кировске, подбирает, в принципе. Ну, ни разу не было ничего, не случалось. Очень надо домой, поэтому кто подъедет, на то мы поедем. От действий своих теневых коллег страдают официальные перевозчики. Теряют прибыль, портят репутацию. Такие автобусы, аварийные ситуации создавали вам когда-либо? Еще как создавали, и они постоянно нарушают правила. Автобусы, которым там по 25 лет, никто не знает, что за водитель находится за рулем, в каком он состоянии. Нелегальные перевозчики не работают под лицензией, они не оформляются, не проходят медосмотр, не проходят медиков, механиков. Если пассажир сядет, доедет ли он с нелегалами до кольца, неизвестно. В нелегальных автобусах обычно около 20 сидячих мест, а стоимость проезда не очень-то отличается от официальной. В вечерний час пик такой автобус-призрак может сделать до 5 рейсов. То есть даже по приблизительным подсчетам, если 20 сидячих мест мы умножим на 35 рублей и на 5 рейсов, получается, что за вечер водители могут заработать 3,5 тысячи рублей. Городские и областные власти уверяют, рейды против нелегальных перевозчиков в спальных районах проводят едва ли не каждый день. Но за всеми не уследишь. Если же недобросовестных бизнесменов удается поймать, им грозит штраф, суммы доходят до миллионов. Но могут и оставить без колес. Самой действенной мерой, как мы считаем, является изъятие транспортного средства, на котором совершается правонарушение. Но раз и навсегда остановить нелегальные автобусы могут не только штрафы и постоянный контроль, но и сознательность пассажиров. Ведь каждый рейс на такой безликой и неприметной машине может стать последним. Дмитрий Копытов, Степень защиты.